Привет, Рома. Еще раз. Послушай, я бы хотела, может быть, какой-нибудь необычный рецепт. Да, у меня есть кое-что для тебя и для вас, дорогие зрители. Расскажи, вы столько здесь кофе классного приготовили с Катей, но большинство людей не имеют дома, например, эспрессо-машины или как мы готовили с Катей кофе на песке. Есть что-нибудь такое простенькое, чтобы любой мог сделать? Да, конечно, есть. Вот есть довольно интересный инструмент, называется френч пресс. С помощью него мы приготовим кофе в домашних условиях, с помощью его френч пресса и ручной домашней кофемолки. Будет что-нибудь интересненькое? Да, будет. Вместо воды мы используем морс куликвенный. Я больше ничего не хочу знать, и я удаляюсь, а потом попробую, а ты расскажешь. Хорошо. Это все дело. Окей. Разогреем морс до температуры примерно на 92 градуса. В этом случае мы используем кофемашину паровик, но в домашних слоях можно использовать обычную кастрюлю. После чего используем френч пресс и засыпаем наш кофе. степень помола должна быть грубая. Примерно 20 грамм засыпаем френч пресс. Можно удобно использовать ручную кофемолку, но если есть автоматическая, тем лучше. После этого заливаем примерно 80 миллилитров воды. Примешаем деревянной лопаткой, либо вот такой пластиковой можно перемешать. и дадим настояться 20-30 секунд. После этого добавляем морс и настаиваем примерно 4 минуты. По течении времени отжимаем поршень и выливаем бокал. Запиток готов. Напиток готов к потреблению. Пожалуйста, пробуй. Я думаю, дома тебе понравится. Ну давай попробуем. Так. О, горяченький. Пахнет вкусно морсом. И кофе чуть-чуть. Я думаю, что больше кофе, чем морсом. О, ничего себе. Знаешь, напоминает кофейное мороженое мне почему-то, потому что очень плотный напиток получился. С каким-то клюквенным наполнительным. Угу. Ну да, точная интернатива к крепкому кофе. То есть, большое количество морса разбавляется с небольшим количеством кофе. Угу. И тем самым включаясь в голову приторно-сладко и ягодно. Ну да, но не то чтобы прям приторно-сладко вот мне, потому что морсик клюквенный. А вот интересно, а можно с другим каким-нибудь соком такое сделать? Как ты думаешь? Я думаю, что можно использовать смородиновый сок и виноградный. Я думаю, что отлично будет сочетаться со вкусом. Вот, берите на заметочку. Очень классно. Спасибо большое, Рома. Пожалуйста. Мне понравилось.